Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор Lenovo Syncpad L390. Это компактный бюджетный ноутбук для офисных задач, учебы или работы в обычном или удаленном режиме. По дизайну он соответствует всем Syncpad. Классическое рабочее устройство, строгие такие грани, цвет темный графит. Давайте посмотрим его со всех сторон. Здесь обычная темная крышка. Здесь логотип с подсветочкой небольшой, который больше индикация работы, индикация включения. Здесь фирменная фишка трекпойнт по центру клавиатуры. Также может быть полезно, когда человек работает в перчатках, либо на каком-то строительном объекте, либо на природе, где холодно. Действительно полезная штука в промо-материалах. Это они часто указывают. Классический тачпад. Ничего необычного. Три физические кнопки. Ничего необычного и ничего лишнего. То есть работает мультитач. Классический, надежный, безотказный Syncpad от компании Lenovo. Давайте пробежимся быстренько по разъемчикам. Здесь у нас на левой стороне мы видим два USB Type-C. Этот обычный, а через этот идет зарядка и видеоизображение также может передаваться. Также видим USB 3 с функцией подзарядки. Через этот разъем вы сможете подзарядить свои гаджеты, там смартфон, наушники или что-то еще, что есть под рукой. То есть всегда сюда подключаете и зарядка идет. Далее HDMI для подключения мониторов, телевизоров или проекторов также может быть полезно на работе или на учебе, когда на совещании или на презентации нужно показать несколько слайдов. Очень удобно. Либо же подключить в домашних условиях к телевизору, там использовать ноут вместо ТВ приставки. Так многие делают. Здесь у нас разъем под безопасность Кенсингтона, сетевое расширение, еще один USB 3, microSD card reader, комбинированный аудио вход и кнопка включения. По габаритам этого ноутбука 13,3 дюйма диагональ экрана, разрешение экрана Full HD и неплохая матрица с довольно широкими углами обзора. То есть мы не видим каких-то значительных искажений под разными углами обзора. Также еще один плюс это его мобильность благодаря габаритам и весу. Весит он меньше чем полтора килограмма, очень легкое устройство и по сути благодаря своим характеристикам он может заменить полноценный офисный ПК, эту пыльную коробку над столом или под столом. Мониторы, эти все провода вполне он заменяет в обычной офисной работе. Давайте посмотрим на его характеристики. В этих моделях стоит процессор Intel Core i5-8265U. Довольно энергоэффективное устройство как раз для подобных ноутбуков. Вполне справляется со всеми задачами, которые бы вы на него не накинули. Стандартные офисные, по учебе. С этим проблем никаких нет. 4 ядра 8 потоков, базовая скорость 1.8, максимальная скорость 3.6 и 3.8. По оперативной памяти 16 гигабайт двумя плашками в двухканальном режиме работы с частотой 2400 МГц. SSD накопитель на 512 гигабайт. На сайте также будут присутствовать более бюджетные модели с 8 гигабайт DDR4 и 256 гигабайт SSD. Кому нужно сэкономить, кому не нужен такой объем оперативной памяти и, допустим, им слишком много и они хотят сэкономить, это будет доступно к покупке на сайте. Wi-Fi у нас двухдиапазонный, то есть 2.4 и 5 герц. Также Bluetooth версии 4.1. И графическое ядро, встроенное в наш процессор Intel UHD Graphics 620. У нас уже были подобные процессоры с подобным видеоядром. И, в принципе, мы уже знаем, что проблем с простенькими видеоиграми в него возникнуть не должно. Дальше мы это проверим. Конкретно эти модели Lenovo привезены из Америки и Европы в полностью рабочем состоянии с оригинальными комплектующими. Там они были как витринные образцы. На все эти ноутбуки распространяется гарантия и полноценное сервисное обслуживание. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться не только по номерам телефонов на сайте, но также в чаты Viber и Telegram. Ссылки будут в описании под видео и на экране. Далее давайте продемонстрируем типичный рабочий процесс обычного офисного сотрудника. То есть у нас открыто в Chrome несколько вкладок. Включено Full HD видео воспроизводится. Давайте оставим его фоном, только выключим музыку. Здесь несколько вкладок. Давайте начнем с вкладок в таблицах. У нас открыто несколько Google таблиц. Здесь проблем никаких нет. Он отображается, все воспроизводится. Здесь табличка довольно крупная, на 50 тысяч заполненных строк. То есть все редактируется, позволяет работать без проблем. Все плавно, никаких подлагиваний с такой крупной табличкой. То есть этот процесс, можно не волноваться, естественно ноутбук с ним справится без проблем. Касаемо веб-камеры, одновременно с этим у нас открыта конференция студентам, в которой сейчас более полторы тысячи человек находятся. Мы видим, воспроизводится все. То есть этих всех людей можно прикрепить, открепить, посмотреть, послушать. С этим проблем никаких нет. Наша веб-камера работает в HD-разрешении при 30 кадрах в секунду. Давайте включим ее и должна загорать... Да, вот загорелась белая LED-индикация. Так мы видим, что остальные участники этого видеочата сейчас видят изображение с нашей веб-камеры. То есть это легко отслеживать, довольно полезная штука. Можно выключить. Это полезно и применяется, как и в конференциях Zoom, Google, Skype и прочих. Также по удаленной учебе для вас или вашего ребенка будет полезно. С этим проблем никаких нет. Далее открыты у нас здесь социальные сети основные. Кому для повседневного использования, кому для профессионального использования. То есть воспроизводятся, естественно, все видео. Также есть и звук. Просто его отключили специально для обзора. Кому нужно по профессиональной деятельности наполнять там какие-то страницы. Кто может контент-менеджером работает, кто работает там копирайтером, SMM-менеджером, администратором интернет-магазина и прочего. Как видим, никаких проблем, никаких подлагиваний у нас здесь нет. То есть можем воспроизводить, перетягивать все, что угодно. Это, в принципе, ожидаемо. Также Facebook типичный. Также кому по профессиональной деятельности или там смотреть рецепты котов, кому нужно, пожалуйста. Вот и новостной Twitter. Интересно, когда они сменят домен на X? Наверное, никогда. Сейчас он уже называется X. Но тоже с этим никаких проблем нет. Звук, никаких подлагиваний. Естественно, наш процессор и встроенное видеоядро справляются с этими типичными задачами. И одновременно со всеми этими вкладками. То есть везде у нас воспроизводится видео. Здесь куча людей в чате. Одновременно с этим совсем у нас открыт файл Photoshop, который при этом довольно шустро работает. Да, он не самый, конечно, крупный. Но, как видим, здесь слоев хватает. То есть 15, около 20 здесь точно должно быть. И, как видим, никаких у нас пролагиваний, ничего. Все объекты передвигаются, двигаются без каких-то рывков заметных. Давайте, например, поменяем здесь. Изначально вот так вот он, по-моему, да, выглядел этот баннер. Давайте поменяем вот эту картинку. Здесь у нас открыт еще один проект. В смарт-объекте фон задний. Давайте его трансформируем. Примерно подгоним. Поедином не хватит, да. Его длины. И ничего страшного. Сейчас мы отредактируем это. То есть мы можем его как-нибудь продублировать. Растянуть задний слой. Уже будет поинтереснее. И, допустим, добавить на него блур размытия. Так, 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 так. Блур. Вот он. Давайте гаусс. Да, немножечко. Так, его размоем. Здесь можно создать масочку. Побольше размером. И немножко. Так, нужно изменить на, получается, да, на черный. И немножечко пройтись вот так сгладить грани. То есть все отлично. Здесь мы можем либо оставить так же в стандартном, чтобы у нас более выделялись на передний план вот эти объекты, которые должны покупателю в глаза бросаться. Либо если кому-то там нужно сделать, да, допустим, более яркий задний фон, задний план. Там теперь оно, конечно, немножко сливается все. Но кому необходимо, там разные бывают обстоятельства, пожалуйста. И все это, напоминаю, одновременно с нашим браузером везде воспроизводится видео. И это все прекрасно работает на такой компактной машинке. Вот почему я говорил, что он полноценно заменяет обычный стандартный офисный пыльный ПК, который стоит под столом. То есть не нужно париться со всеми этими проводами, просто достать его из любого рюкзака или сумки. Он очень легкий, ну, меньше полутора килограмм он весит. Влезает реально в любой рюкзак или сумку. Прийти на работу, поставить на чистый стол его, открыть, работать. И в конце дня просто закрыть и взять его с собой, домой или же оставить на рабочем месте. Вот это, я считаю, огромный плюс, конечно, сейчас в нынешнее время, тем более. И вот у нас запущен Skyrim Legendary Edition. Средние настройки графики и HD разрешение экрана. То есть, как видим, все довольно четенькое. Нет особо никакого мыла. Да, здесь уже, конечно, намного более дальность прорисовки мы видим, чем на низких настройках. И в таком городке, это Ривервуд, по-моему, да, самое первое поселение, в которое нас ведут. Вот здесь мы видим, ну, около 40-50 кадров. Давайте попробуем пробежаться до Вайтрана. Там, я думаю, будет все равно больше, чем 30 кадров. Может, по дороге кого-то встретим. В бою поучаствуем. Но в целом, пока что, это довольно прикольно, играбельно. То есть, на таком компактном устройстве идет такая довольно большая игра, скажем так, объемная. Без особых проблем на встроенной графике. Видим, у нее загрузка, ну, 99% в этой графике, естественно, встройка в процессор. Как бы не подразумевалось, что на ней будет запускаться Skyrim. Но, как видим, он неплохо идет. Ну, то есть, FPS у нас и не особо поменялся, так скажем. И вот мы зашли в Вайтран. И здесь FPS примерно такой же, как и был в Ривервуде. То есть, несмотря на то, что здесь, конечно, намного больше геометрии, намного больше NPC. Мы получаем примерно такое же количество кадров. То есть, ниже 40 я пока не видел. Можно зафиксировать, в принципе, частоту обновления на 40 через сторонний софт. Так-то сама игра залочена на 60 кадров. Ну, давайте пройдем в зал к ярлу. Мы видим небольшую просадочку. Ну, тоже в районе 50 кадров. Отлично, играбельно. И запущены танки. HD разрешение. Низкие настройки. Не самый низкий пресет. Это не минимальные. Здесь еще куда снижать. Пока на старте матча мы получаем около 120-115 кадров. Посмотрим, сколько будет ближе в бою. То есть, можно, в принципе, и повысить настройки. Где-нибудь на средние. Поставить и зафиксировать частоту на 60. Ну, здесь покажем, так сказать, максимум, какой может по кадрам выдать этот ноутбук. Можно еще, конечно, ниже. Да, это прям не совсем максимум. Это такие приемлемые настройки, скажем так. Так. Блин, чувак спрятался. Не знаю, попаду ли я. Нет, я в него не попадаю отсюда, не пробиваю. Но, в принципе, мы в приближении видим. Так, отлично. Но нам нужно отъезжать отсюда. Даже в приближении мы почти... Да, мы получаем иногда 200 кадров даже. То есть, это вполне играбельно. По итогу можно сказать, что этот компактный ноутбук, естественно, без проблем справится со всеми типичными офисными, рабочими или учебными задачами. То есть, заполнить какие-то, как редактировать документы, таблицы, презентации составить. Даже позволяет поработать с не слишком большими, огромными проектами в фотошопе. То есть, базовый дизайн на нем также доступен. И такая компактная машинка справляется со всеми этими типичными задачами. И, как видим, встроенное наше видеоядро в энергоэффективный процессор справляется с довольно требовательными и большими игрушками. Да, они прошлых лет. Но давайте будем говорить честно. Когда Bethesda разрабатывала Skyrim, она не думала, что он будет работать на компактном ноутбуке в встроенном ядре. Этого энергоэффективного процессора на таком устройстве, которое весит, ну, меньше полутора килограмм спустя несколько лет. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!